Один из способов избавиться от управляющей компании – образовать в своём доме ТСЖ. Как и в любом деле, требующим перемен, здесь есть свои плюсы и минусы. Чего же больше, на самом деле, наша задача сегодня и состоит выяснить. Это программа «Качаем права». Добрый вечер. Будем разбираться сегодня, как осуществить перемены и так ли они необходимы жителям. В студии наш постоянный эксперт, адвокат Григорий Цехер. Добрый вечер, Григорий Анатольевич. Добрый вечер, дорогие зрители. Присоединяйтесь к нашему разговору на сайте якбург.тв, звоните в скайп и по телефону прямого эфира 376-4588. Смотрите нас в кабельных сетях Дом.ру и Твое ТВ. Ну, вот наши гости пока запаздывают. Григорий Яковлевич, скажите, вот когда жители хотят образовать ТСЖ, их не устраивает управляющая компания, есть какое-то условие, которое необходимым является для выполнения этой задачи? Вообще-то, Юра, нужно помочь этим людям правильно сформировать свою волю для дальнейших каких-то действий. Нужно проанализировать отношения с управляющей компанией. А мы пытались принудить управляющую компанию к исполнению ею своего обязательства в строгом соответствии с требованиями закона. Нет, мы этого не делали. Мы просто устали ходить и что-то говорить. А были ли какие-то действия по принуждению этой управляющей компании? А вот принудить, что вы имеете в виду? Ну, мы же с вами целый месяц об этом говорим. Мы с вами идем дорожной картой, мы с вами идем потребительским процессом, который обеспечивает в конечном итоге тот результат, ради которого возникают эти отношения. Юра, очень важно вот что сказать, что во главе угла, вот так же, как мы говорили, что когда затрагивают интересы ребенка, то они превыше всего, а здесь затрагиваются интересы человека. И мы должны исходить из интересов человека. А конкретного, одного человека, маленького, а вот в его интересе выгодно вот сейчас ломать все это, прогонять управляющую компанию, создавать ТСЖ? А может быть проще все-таки принудить, заставить управляющую компанию? Там ведь деньги вложены, там же большие деньги платились в течение пяти лет. Куда делись эти деньги? Где мы их будем искать? А давайте-ка мы заставим управляющую компанию отработать эти деньги. Причем отработать с лихвой больше даже, чем мы заплатили за то, что она так себя вела. И пусть для нее будет наказанием, штрафом приведение общего имущества дома в идеальное состояние. Это разумно, это добросовестно, это справедливо. А иное поведение, оно какое-то такое суетливое. Зачем? Ну, понятно. Вот, к сожалению, пока не все жители прониклись вот этими нашими идеями. А для чего наши передачи? Ну, вот не все пока... Они же просветительские? Не все еще посмотрели, конечно. У нас в гостях есть житель, который вот все-таки хочет пойти своим путем. Людмила Васильевна. Проходите, пожалуйста. Ее радиофицируют. Радиофикация. И Кристина, если вы готовы, тоже. Вечер. Так, присаживайтесь здесь. Кристина, проходите сюда. Значит, к нашему разговору присоединились Людмила Васильевна Клинских. Это житель, активный житель, который хочет создать ТСЖ в своем доме. И Кристина Фролова. Это представитель управляющей компании. Как известно, управляющая компания не очень охотно отпускает жителей. Правда, в данном случае это наш житель и представитель не ее управляющей компании. То есть конфликта интересов здесь нет. Не в этом случае. Он может быть есть в общем, но не в конкретном случае. Да, в общем всегда есть, конечно. Людмила Васильевна, вот скажите, пожалуйста, значит, вы хотите создать в своем доме ТСЖ. Чем вас не устраивает управляющая компания, которая в данный момент у вас имеется? Как бы я хотела поправить немножко. Не я лично хочу одна создать ТСЖ. У нас огромная инициативная группа. С которой мы все вместе хотим создать. Первое, что нас очень и очень устраивает, нашему дому уже 4 года, но нас лишили комфортного жилья. Потому что в таком нормальном, хорошем доме мы все считаем, что у нас должны быть входные группы. Потому что когда мы в Далевку вступали, нам показывали план, они у нас должны были быть. А по ихней же вине случилось так, что сейчас мы входим в дом рядом с мусоропроводом. Нашу дверь не могут найти ни скорая помощь, ни такси. Уже все понятно. Мы заблудились. У вас претензии должны быть к застройщику. То есть вы заключали договор. И это потребительский договор, поскольку вы приобретали квартиры для личных бытовых нужд. И вы защищены особенным государственно-правовым протекционизмом, который позволяет вам без госпошлины подать иск против застройщика, обязывающий его исполнить свои обязательства перед вами в полном соответствии с условиями договора. Потому что из вашего рассказа сейчас следует, что в договоре было одно, а мы получили иное. И как вы до сих пор, такие инициативные, красивые люди... Григорий Иванович, извините, я вас перебью. Тут немножко... А при чем здесь управляющая компания? Нет, здесь есть нюанс. При чем здесь ТССР? Здесь есть нюанс. Какой нюанс? Я что хочу сказать? Так дом построен правильно или неправильно? Дом построен... Знаете, он даже... Правильно или неправильно? Правильно, но вот с этим неправильно. Входных групп лишили. То есть его построили неправильно? Ну, конечно. Правильно. Это уже сначала его построили правильно, но у нас дом строился в три очереди. Не наш дом, три дома. Тридцать девятый дом на Щербакова, тридцать седьмой и тридцать пятый. Должны быть простые ответы. Дом построен правильно в соответствии с проектной документацией? Нет сейчас. На сегодня нет, потому что у нас нет входных групп. Простите меня. Тогда, когда был проект и когда была государственная экспертиза проекта, то на этот момент предусматривалось строительство вот этих входных групп или не предусматривалось? Я даже вам скажу... Тогда или нет? Я сейчас вам скажу даже больше. Да или нет? Мы... Конечно предусматриваем. Предусматриваем. Отлично. Дайте я скажу. Есть у нас ответ из прокуратуры. Это неинтересно. Где пишут, как это? Где пишут, что мы преждевременно волнуемся за входные группы. Единственный способ защиты ваших входных групп – суд. То есть вы берете договор, вы берете проект, вы берете заключение эксперта о том, что дом построен не по проекту, принят в эксплуатации с нарушением проектной документации. Причем здесь ТСЖ? А я сейчас, знаете, что скажу? Пока мы не создали ТСЖ, нам никто не даст ни плат застройки, ничего. Каждый из вас, поскольку это солидарное обязательство, имеет право потребовать приведения общего имущества дома в полное соответствие с проектной документацией. Каждый из вас. Не надо никого, кроме вас. Раз в вашем доме повезло на такого активного человека, свяжетесь со мной после передачи. И я вас научу, как принудить застройщика выполнить строительство в соответствии с проектной документацией. И привлечь туда в качестве третьих заинтересованных лиц государственную инспекцию строительную. Привлечь туда администрацию города. Как это они приняли дом в эксплуатацию, если он недостроен? Это же ужасно. Да. Так вот этим надо заниматься. А мы уже везде писали. Да, это неправильно. Юрий Григорьевич, подождите, ну это все понятно, мы немножко отвлеклись по теме, ведь у нас цель сегодня создания ТСЖ. Итак, вот мы выяснили, жители хотят создать ТСЖ. Ради бога, пусть проводят собрания, регистрируют ТСЖ и имеют ТСЖ. Но, кем сегодня управляется общее имущество дома? Правоприемником является управляющая компания Домострой. Застройщик был Домострой и без всякого собрания они сами себя назначили и управляют. Я считаю, что на протяжении четырех лет вы получали от этой управляющей компании платежные документы. Конечно. И оплачивали эти платежные документы. И в силу этих обстоятельств, что они направляли вам платежные документы, а вы их оплачивали, независимо от наличия или отсутствия письменного договора управления, между вами есть договор. Этот факт подтверждается тем, что они присылают, а вы оплачиваете. Следовательно, у вас есть основания привлечь эту управляющую компанию в судебном порядке к ответственности за неисполнение своего обязательства, за некачественное исполнение обязательства. Но нужно для этого установить, что действительно это некачественно. Почему я об этом говорю? Для того, чтобы вам перейти от этого договора к другому договору, вам нужно расторгнуть этот договор. Закон предусматривает особый порядок расторжения договора. Иначе бы хаос был в экономической жизни страны. Сегодня заключили, завтра расторгли. Нет. Законодатель предусмотрел очень сложную процедуру расторжения договора. Для этого должны быть основания. Такими основаниями являются существенные нарушения условий договора. То есть вы собираете доказательства существенного нарушения условий договора. И один человек, как солидарный требователь, подает в суд иск о расторжении этого договора ввиду наличия существенного нарушения. Суд рассматривает все это. Причем суд, по вашему ходатайству, привлечет в качестве третьих лиц всех собственников помещения этого дома. Они все будут участниками этого процесса. Суд каждому из них задаст вопрос. Вы согласны с иском? Они скажут, да, согласны. Или нет, не согласны. И это очень важно, их мнение, потому что их может устраивать эта управляющая компания. И вот суд, исследовав все обстоятельства дела, придет к выводу, этот договор должен быть расторгнут. Но выгодно ли вам расторгнуть договор, если вы 4 года вкладывали деньги в этот договор? Правильнее принудить их отработать эти деньги. Ну мы нам бы это очень... Так сделайте так. И еще что хочу сказать. Застройщика заставьте достроить. Управляющую компанию заставьте все недостатки в содержании общего имущества дома за этот период. Устранить все эти недостатки. Либо выплатить вам убытки. Мы специальной передачей ввели на эту тему. Сегодня у нас другой разговор. Как перейти из управляющей компании в ТСЖ? Только расторгнув договор в порядке, установленном законом, вы вправе избирать себе ТСЖ. А так нельзя. Если мы сейчас все начнем шевеляться управляющими компаниями. Вот у меня на сегодня... Юрий Кович, извините, я перебью. У нас еще одна гостья, да? Она немножко уже заскучала, я вижу, да? Вы согласны? Я согласна. Разговор действительно интересный. Он актуальный в настоящий момент. Скажите, значит, вот в вашей управляющей компании были дома, которые уходили из управляющей компании, образовали ТСЖ, да? И как вы, как управляющая компания, к этому относились? Ну вот смотрите. Наша управляющая компания осуществляет обслуживание очень большого жилого фонда. Около 450 домов. То есть у нас очень большой опыт обслуживания. И мы, конечно, сталкиваемся с такими проблемами, как... Для нас это проблема, когда люди хотят уйти в ТСЖ. Для любой управляющей компании это будет проблемой. Но я вам могу сказать, что в прошлом году, когда порядка 8 домов собрались уйти в ТСЖ, по итогам ни один дом не смог это сделать. Во-первых, почему? Во-первых, потому что этим все послужило судебное решение. Итогом о незаконности создания ТСЖ. ТСЖ формально, юридически создано было. То есть было зарегистрировано в налоговой и так далее. Был выбран председатель и так далее. Но договор не был расторгнут. Правильно, не был расторгнут. А, договор. Второе. Когда в суде собственники оспаривали, часть инициативной группы оспаривала создание ТСЖ, то выяснилось, что большинство людей в этом доме не знают ни состав ТСЖ, ни председателя ТСЖ, ни устава ТСЖ. Они не знают, когда проходило голосование, по каким вопросам, от чего они отказались и к чему пришли. То есть вот эта инициативная группа, это все, ну как сказать, провернула сама, да? Не поставив известность остальных, так получается? Да, вот, да. Я хотела сказать, это не всегда так. Я не говорю, что вот конкретно в опыте управляющей компании, в которой я работаю, именно вот таким образом было. Но здесь нужно понимать, конечно, юридическую сторону совершенно четко и грамотно. Потому что можно положить силы на создание ТСЖ, но не получить результата. Потому что в суде эти действия по созданию ТСЖ просто-напросто могут быть оспорены. А это работа, работа там лично каждого собственника, который хотел создать этот ТСЖ. Нужно понимать нежелание не отдельной группы уйти в ТСЖ, нужно понимать желание всего дома, большинства собственников. Да, большинства, да. Да, большинства собственников уйти в ТСЖ. При этом иметь основания для расторжения действующего договора. Да, да, просто... Потому что невозможно при действующем договоре, чтобы был еще один договор. Одного желания недостаточно. Конечно. Необходимы нарушения со стороны управляющей компании. Законодатель установил порядок, который обеспечивает стабильность экономического оборота. А вот скажите, ведь договор же, он же ограничен. Да, вот если истек срок договора, и в этот момент они ценируют вопрос о создании ТСЖ. Вот здесь-то... Вот сейчас... Здесь не нужно нарушений, правильно? Вот это... И вот я еще что хочу сказать. Ведь обычно, как бывает, мы же с ними заключаем каждый собственник договор. Но у нас у половины собственников договора эти не заключены. Мы не хотим с ними заключить. Да какой же этот договор один? Это неправильно. Это ошибочное представление о том, что вы не заключили договоры. Каждый, кто получил платежный документ и пошел его оплатить, вступил в обязательственные отношения с этой управляющей компанией. То, что вы сейчас говорите, это расхожее, неправильное, невежественное мнение об отсутствии заключенного договора. Есть часть вторая, статья 438 Гражданского кодекса, которая устанавливает, что договор может быть заключен действиями ответными. Вы исполнили свое обязательство, вы пошли и заплатили. Значит, вы тем самым вступили в договор. Вот если бы, получив этот платежный документ, вы сказали, я не буду оплачивать, я не хочу вступать с вами в договор, я не хочу акцептовать ваши предложения, оплатить за содержание, ремонт и эксплуатацию, там и коммунальные блага все. Я этого не хочу. Но здесь в суде будет решаться, а можете ли вы не хотеть, могут ли все идти не в ногу, а вы одна в ногу. То есть тут, конечно, будут считаться с интересами остальных людей. Не нарушает ли ваше вот это вот нежелание интересы других людей. А им, может быть, нравится эта управляющая компания. Мне кажется, что всегда мерой этих отношений должен быть результат. Какой результат? Состояние общего имущества дома, соответствующее требованиям постановления госстроя номер 170. Все. Вот он тот эталон, тот стандарт. И мы берем специалиста, приходим, соответствуют. Крыша соответствует, подъезды соответствуют, стояки соответствуют, коммуникации, сети. Все-все-все соответствует. Отлично. Отлично. Никаких отклонений нету. Какие? Откуда? Вам не нравится мое платье? Ну и что? Ну, у вас же зато хорошее состояние общего имущества дома. Григорий Игоревич, значит, вот Кристина здесь уже говорила о том, что жители пытались создать ТСЖ, у них не получилось. А вот мои коллеги провели сегодня опрос, значит, где пытались выяснить у горожан. А понимают ли они разницу между ТСЖ и управляющей компанией? Давайте вот посмотрим, что говорят жители. У моей бабушки ТСЖ, а у меня управляющая компания. Бабушка говорит, что я не права в своем выборе. Какая разница между ТСЖ и управляющей компанией? Знают ли ее наши горожане? И что все-таки лучше выбрать? Не знаю, но во всяком случае, когда решили мы сделать ТСЖ, управляющая компания навела порядки более-менее. И мы успокоились. Ну, там часть нет, наверное, а здесь все-таки государственная компания. У нас государственная. Выгоднее самоуправляться, а удобнее, наверное, перепорочить кому-то. Пока, конечно, управляющая компания, в общем-то, не от меня зависит. Если у нас будет инициативная группа, то, наверное, приму активное участие. У нас у жильцов-то мало всего лишь 19 квартир, поэтому это, к сожалению, выгодно. Ну, что я привыкла к нему, я уже человек пожилой. У меня что-то, то, что не совсем понимаю, не вижу смысла в этом. А так, как был у нас старый, живут в основном люди моего возраста, поэтому мы остаемся заправляющих компаний. Доченька, не знаю, честно скажу, не знаю. Это настолько все сложно. Просто я даже не думаю об этом. Потому что конца и крайние найти в этих компаниях что-то. Это все же, мне кажется, неважно. Ну, вот как видим, да, что на самом-то деле жители этой разницы не понимают. И зачастую они вообще не знают даже, какая управляющая компания управляет. Юр, этому есть объяснение. Мы с вами вышли из особого строя, советского строя, который людей приучил к патернализму. То есть они верят вот в что-то такое, в государство. Они думают, что управляющие компании – это государственные, значит, это надежно. На самом деле нам подсунули эти управляющие компании пять лет назад, в 2007 году, когда законодатель определил законом о введении жилищного кодекса и самим жилищным кодексом вот этот переходный период, период от структурных подразделений администрации городов к проведению конкурса и на конкурсе передачи вот этим управляющим компаниям. Никакого конкурса они не проводили, никакой конкуренции не было. Они волевым порядком передали, значит, все вот это имущество, и вы получили великолепный подарок от советской власти, да, в лице уже современных администраций в виде вот этих сотен домов, принятых в управление. И вы получаете каждый месяц надежно оплату за содержание общего имущества дома. Здесь есть очень важный момент, нам приходится, Юра, это все время напоминать. Что эта плата установлена такой, в силу статистов 161-165 жилищного кодекса, которая обеспечивает содержание общего имущества дома в соответствии с требованиями законодательства. И всякие разговоры управляющей компании о том, что у нас нет денег, а вы не провели собрание и не рассказали нам, где мы возьмем деньги, и как мы будем все это делать, мы уже доказали, с Юрой у нас есть решение суда, вы о них, наверное, знаете, да, о том, что один человек, без всякого общего собрания вправе предъявить требования к управляющей компании, и суды уже удовлетворяют эти иски и принуждают управляющей компании привести все в порядок. Так вот, люди должны узнать о том, что управляющую компанию можно с помощью суда принудить привести все в порядок. И от добра добра не ищут. Зачем вам ТСЖ, если вы сейчас узнали, что можно заставить свою управляющую компанию навести полный порядок, застройщика заставить достроить, управляющую компанию заставить привести все в порядок, и вам тогда никакие ТСЖ не нужны. Но есть и другой случай. А вот если истекают договоры. Вот договор управления был заключен на пять лет. 2007 год, 2012. То что сказал пункт 6 статьи 162 Жилищного кодекса? Он сказал, что если ни от одной из сторон не поступило заявление, то договор считается... Причем, смотрите, конструкция законодателя какая. Он исходит из того, что люди... Что правильно, когда они не пишут заявление друг другу. И тогда на очередной срок договор считается продленным. Он автоматом брал? Вот слушайте. И здесь, да. И управляющая компания, желая избавиться от неугодных домов, домов, в которые нужно очень большие вложения, чтобы общее имущество дома было более-менее приличным и соответствовало закону, они разослали, у меня с собой эта бумажка, разослали уведомления. И вот мне очень нравится, что у нас юрист Кристина, она сейчас поймет. Значит, они разослали бумажку, в которой говорят, что в силу части 6 статьи 162, они расторгают, не прекращают, а расторгают договор. Это разные вещи. Конечно, это совершенно разные вещи. Да, потому что расторжение в порядке, установленном законодательством, это часть 7 статьи 162, где сказано, что, а расторжение в порядке, установленном законодательством, Ну, как я вам объяснил, при наличии существенных недостатков. Итак, первое, это бумажулька, которую они бросили всем в почтовые ящики, никем не подписана. А мы с вами знаем, что сделки – это действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение. То есть для прекращения должна быть совершена сделка, то есть действие. А дальше мы знаем, что письменная форма сделки считается правильной, если она подписана надлежащим лицом. То есть есть содержание, есть мысль этой сделки и есть подпись в этих бумажульках, которые распространили управляющие компании. Никакой подписи нету, есть ошибка вместо прекращения, там сказано расторжение. И, следовательно, эта бумажулька не породила никаких правовых последствий. Ибо в силу статьи 168 Гражданского кодекса, сделка, совершенная с нарушением закона, является ничтожной и не порождает последствий. Представляете, Кристина, что вы понаделали? Я думаю, что в данном случае это не ошибка управляющей компании. А что, это замысел? Это уловка? В каждой компании есть юрист. И если бы мне предложили вот что-то такое, то сначала нужно поинтересоваться. То есть это умысел такой, да? Я полагаю, что это предупреждение. Это черная юриспруденция такая, да, черных юристов. Люди у нас в правовой сфере не всегда смысля, да, но в том плане, что понимают, как мы сейчас с вами это знаем. Поэтому это была некая уловка управляющей компании, предупреждение для собственников. Поставить на колени. Хватит жаловаться, хватит ходить по судам. Радуйте, что мы у вас есть. Падите на колени несчастные. Бейте с головой об землю. И просите нас остаться. Или еще вариант. Или увеличить ставку по содержанию жилья. Администрация города. Никто из вас не оспорил. Решение общего собрания может установлено быть. Минуточку. Нет. Жилищный кодекс сказал, а если общее собрание не установило? Нет, это понятно. Тогда давайте администрацию заставим устанавливать правильные тарифы. Ну, это вообще условия. А почему? А почему? То есть нельзя популизм этот продолжать дальше. Понимаете, мы не должны вот так вот прятать глазки и говорить, что все хорошо. Либо администрация не популист и не зарабатывает себе дешевый авторитет. И устанавливает правильную цену за услуги управляющей компании. Реальную, конечно. А кто ей запрещает это делать? Либо нас все обманывают. А может быть она реальная? А вы говорите, что нереальная. Только суд установит. Ведь никто из вас не оспорил это. Ну, это поможет экспертиза, в том числе и в рамках судебного заседания. Да, но почему вы не оспорили ни разу? Боитесь? Нет, дело не в этом. Потому что на сегодняшний день мы, допустим, из этой ситуации выходим. Ни от одного дома мы не отказались. Ни в один адрес мы письмо подобного рода. А вы обязательства исполняете надлежащим образом? Я считаю, что управляющая компания... Отлично. Значит, хорошая управляющая компания, где не воруют деньги. На эти деньги состояние содержать общее имущество. Значит, не надо воровать эти деньги, и тогда их будет хватать. Вот видите, вот у нас есть пример. Хорошая управляющая компания. Это РМ. Ну, например, у нас вот за всё время уже три раза поменялся расчётный счёт. Это порядок? При чём здесь расчётный счёт? Ну, вообще, вот я говорю... Какая вам разница? Здравствуйте. Не, ну при чём здесь расчётный счёт? Сейчас, подождите, давайте не будем отвлекаться. Тем более, у нас время уже нас поджимает. Значит, нам пора освобождать студию. Людмила Васильевна, вот скажите, вы не передумали образовывать СЖ? Нет, у нас просто собственники, все против этой. Потому что у нас ни разу не было собрания. Нам никогда не представляет отчёт, куда наши деньги уходят. Мы даже их просили неоднократно. Вам надо расторнуть договор в судебном порядке. Потому что статья 450-я прямо указывает в своей части 2-я, то есть если вы не достигли соглашения, это часть 1-я статьи 450-я, то часть 2-я говорит, да, можно расторгнуть в суде, но при наличии существенного нарушения условий договора. У нас очень много нарушений. Соберите доказательства, идите в суд, расторгайте договор, и тут у вас появится ТСЖ. И там закон предусматривает переходный период, там 30-дневный переходный период, и вы тогда всё успеете. Когда решение суда в силу части 3-й, статьи 453-й, вступит в законную силу, у вас прекратятся отношения с вашим мучителем этим, и в течение 30 дней после вступления решения в законную силу, вы перейдёте к новому состоянию ТСЖ. Здравствуйте, господа. Давайте прощаться. Хочется сказать, стоп, снято. Замечательно. Это была программа «Качаем права». Мы обязательно ещё вернёмся к вопросам о создании ТСЖ. Увидимся теперь на следующей неделе. Григорий Яковлевич, а вам короткий стоп... А почему вы мне не сделали такой щёлк? Я тоже качаю. Коротенький вопрос. Если бы про ТСЖ снимали кино, это какой жанр был бы? Триллер. Григорий Яковлевич, а что такое?